В общем, всем привет! Я Таня. Я работаю в компании «Слобода Студия». Это аутсорсинговая компания, но, собственно, я работаю над проектом, на который является стартапом. И я расскажу сейчас, собственно, поделюсь какими-то своими личными переживаниями, вещами, которые бы я очень хотела узнать, прежде чем я ввязалась во все это дело. Но прежде я хочу поприветствовать Ruby Meditation в Харькове. Наконец-то конференция добралась до нас. Я считаю, да, нашей северной столицы Украины, учитывая количество снега, выпавшее за последние два года весной. Ну, наконец-то и у нас весна. В общем, ура! История, которую буду рассказывать, взята из моего личного опыта, с некоторой примесью опыта моих коллег, знакомых, потому что это, в принципе, история, в самом деле, универсальная о том, как разработчики пытаются выкинуть весь код и сделать все с нуля, потому что по разным причинам. Почему же? Почему же, собственно, в стартапе надо переписывать код? Как бы главный ответ, на самом деле, заключается именно в том, как стартапы функционируют, что это за проекты. Вроде бы, на первый взгляд, там нет никакого legacy кода, но, с другой стороны, это проекты, которые пишутся с нуля, но при этом пишутся в каком-то хаотичном режиме, в какие-то сжатые сроки. И стартап — это компания, у которой маленький бюджет из-за того, что это какие-то привлеченные инвестиции или какой-то личный капитал, небольшой обычно, и при этом стартап обладает какими-то безумными, большими амбициями, потому что все пытаются… Да, вот, собственно, от большого количества амбиций. И проблем-то много, потому что это много ответственности перед всеми. И, собственно, амбиции заключаются в том, что люди пытаются сделать мир лучше, спасать людей, делать их сейчас левее, но при этом, чтобы влезть в бюджет, сервер подешевле купить, ну и как бы клиентов побольше привлечь. Стартап — это некая золотая лихорадка 21 века. И я очень люблю аналогии, поэтому напрашивается аналогия с другой индустрией, где, собственно, все сейчас пытаются сорвать куш. Это индустрия кино. Если все сделать правильно, погода будет летная, команда будет классная, у вас получится «Властелин колец», собственно, фильм, которому 15 лет, но он не устаревает до сих пор. Если же у вас будет текучка кадров, у вас получится «Лига справедливости», трейлеры которой не соответствуют тому, что, собственно, в итоге оказалось в фильме. Если вы сами не будете знать, с чего вы хотите от проекта, у вас получится «Отряд самоубийц». Как бы фильм, в принципе, который с легкостью мог бы быть как раз о команде стартапов. Как же, собственно, какие же есть проблемные части в стартапах? Первое — это то, что это какой-то очень живой организм, проект, который развивается очень стремительно, быстро, который следует всем веяниям рынка, поэтому страдает от неостатка планирования и какого-то видения того, чего мы хотим получить в конце. Также он страдает от того, что не хватает ресурсов, в первую очередь денег или каких-то опытных разработчиков, которые могли бы все пофиксить. Также, так как это проект, который пытается занять какую-то новую нишу на рынке, приходится сталкиваться с проблемами, которые до этого никто не решал, и поэтому как бы даже неизвестно, можно ли эти проблемы решить. И, в общем, термин, который придумали в моей команде, demo-driven development, это означает, что так как приходится привлекать больше клиентов, больше инвесторов, приходится проводить много демок, подстраиваться под клиентов, и это приходит к тому, что команде приходится как-то кастылить временами код, чтобы показать, что вот мы как бы движемся, все у нас хорошо. Как же все эти проблемы влияют на кодовую базу? Недостаток планирования приводит к тому, что процессы становятся хаотичными, код становится малологичным, и как бы вообще непонятно, одна ли это система. Это больше напоминает какое-то хаотичное нечто. Недостаток ресурсов приводит к росту технического долга, потому что раз у нас нет ресурсов, чтобы все сделать хорошо, понятно, что у нас все плохо. И некоторые проблемы действительно невозможно решить, или их решение в определенное ограниченное время оказывается спорным, и это все потом, с этим приходится жить, и с этим приходится как-то страдать. И, собственно, подстройка под каких-то заказчиков, клиентов, она приводит к тому, что Джоэльс Польски называет программированием на скотче, вот в русскоговорящем мире мы это называем костылями. Собственно, каждая строка кода в стартапе – это удивительный какой-то свой мир, это то, о чем говорил Максим в прошлый раз, это история уступок, каких-то компромиссов. И, собственно, нельзя по какому-то методу понять, почему он был написан так, почему эти пять строк, за ними скрывается очень такая длительная, большая история. Если говорить обо мне, то в моем проекте полгода назад мы начали процесс переписывания всего с нуля. И вот я сейчас расскажу, какие у нас были на это причины. Первое – это, конечно, у нас накопился огромный технический долг. Долг, достойный просто национализации, и мы хотели с этим что-то сделать. Нам надо было добавить какой-то функционал, который не помещался в рамках текущей архитектуры, или помещался, но с каким-то вот трудом, и как-то все остальное начинало отваливаться. Мы придумали, как пофиксить все проблемы наши с теми решениями, которые нам казались спорными в прошлый раз. И да, мы решили взять себя в руки, наконец-то сделать проект нашей мечты, как бы сидеть днями и ночами, но вот чтобы сделать проект и им гордиться. С какими трудностями я столкнулась? Собственно, прежде чем начать все переписывать, надо было понять, что конкретно придется сделать. Первое – надо было разделить монолит. Наше приложение – это был монолит на рельсах. Разделить его на две части – на бэкэнд фронтенд, и, возможно, на какие-то сервисы для того, чтобы разблокировать работу разных разработчиков, чтобы некоторые задачи можно было делать параллельно и независимо друг от друга. Второе – необходимо было привести проект к единой структуре, для того, чтобы, собственно, не приходилось каждый раз думать, как вот этот модуль, какую-то систему, как ее реализовать, чтобы были какие-то примеры, и как бы не надо было думать. Следующая сложная бизнес-логика, которую надо было как-то усмирить и внедрить в нашу архитектуру, привести к какому-то единому знаменателю. И четвертая штука, очень такая непонятно откуда возникающая, это то, что вокруг наших инструментов, которыми пользуемся, джемы, библиотеки, так как они не идеально вписывались в наши задачи, вокруг них они обрастали костылями, обрастали какими-то вот воркраунд, и это хотелось тоже немного убрать. Что же мы сделали? Мы разделили вот, собственно, фронтенд и бэкэнд на две части. У нас бэкэнд, это была часть, набор каких-то сервисов, сервисных приложений, а фронтенд мы переписали на Vue.js, вместо jQuery, команда фронтенд разработки, этому, наверное, была несказанно рада, но, в общем, не все так было просто. И зато мы смогли внедрить сервис-сайт-рендеринг. Это было очень круто, наш заказчик просто был счастлив. Также мы стали использовать в качестве сервисных объектов, использовать callable объекты, то есть классы, у которых единственный публичный метод call, который делает какое-то одно определенное действие. И, собственно, эти callable объекты, они были, то есть вся сервисная наша поддержка, она, собственно, состояла из этих классов. Также мы стали полноценно использовать namespace в рельсах, то есть все модели, все контроллеры, сервисы, они были разделены по namespace, и таким образом структура едина пронизывала все части приложения, все папки. Мы отчасти некоторых зависимостей решили отказаться. Например, мы выкинули абсолютно сериалайзеры, потому что они добавляли нам лишние работы, а задача была не очень сложная, поэтому мы написали небольшой свой велосипед, но он оказался проще и надежнее, чем какие-то решения, которые есть уже на рынке. Не от всех библиотек получилось отказаться. Мы добавили Drive Validation, очень клевая библиотека для валидаций. Мы заменили девайс, который тоже оброс количеством разных переработок, заменили его на Sorcery. Sorcery — это классная библиотека для аутентификации, у которой всего 20 публичных методов, и, в принципе, этого достаточно. Также у нас нашлось время наконец-то добавить эластик для наших сложных запросов, а еще мы переехали с GitHub на GitLab. И что же у нас получилось? Разработка стала намного быстрее. Архитектура улучшилась, собственно, все замечательно. Проект стал менее хаотичным, в нем появилась структура, стало легче работать. Правил Duk самое интересное, что он стал быстрее. Работа над ним стала намного проще и комфортней. И что же, собственно, получилось ли у нас? На самом деле тут есть некоторый поворот событий. Мы не вложились в расписание, мы как бы сорвали все графики из всех, собственно, 100 из 100. Наш функционал некоторый, он до сих пор нестабилен, есть сложность с разработкой некоторых задач, и, собственно, решение некоторых проблем нам так и не удалось решить. Почему же так произошло? Первое, собственно, это волшебная вещь, о которой мы забыли, это то, что наши знания, они тоже ограничены. И в первый же день, когда я разделила все структуры проекта по namespace, я столкнулась с волшебной проблемой автолодинга констант в рельсах. До этого я жила в волшебном мире, где эта проблема меня не касалась, и тут внезапно ночи напролет я просиживаю за книжками и какими-то видео, рисую что-то на листочке для того, чтобы понять, что вообще происходит, потому что для начала я не понимала, что, собственно, в чем-то загвоздка. Не только у нас нет времени фиксить какие-то штуки, нет этого времени у разработчика библиотек, которыми мы пользуемся. Например, Drive Validation — библиотека, которая позиционируется как готовая к продакшену. В ней очень много багов. И если ты заходишь на GitHub, на Issues, то в последний комментарий обычно, ну, как бы, да, проблема есть, но у меня нет времени этим заниматься, вот вам костыль. И такое везде. Следующая — Sorcery. 20 публичных методов, в одном из них баг. Дальше — Elastic. Во время, пока мы разрабатывали проект, Elastic перешел на шестую версию, мы пользовались оберткой Chuwi, и Chuwi был заточен под пятую. И в итоге в один прекрасный день, когда мы развернули новый сервер на Heroku, у нас все упало, потому что, собственно, там ошибка, нам пришлось откатывать версию Elastic обратно. И мы перешли на GitLab, и, собственно, наверное, те люди, кто пользуется GitLab, понимают сейчас, о чем я буду рассказывать. Собственно, все прошлое лето, мы просидели практически каждую пятницу, у нас был такой вот Friday-фан, потому что GitLab обычно лежал, и мы не могли, собственно, не запушить ничего, не запулить. То есть, ну, очень весело. Также вторая проблема, с которой почему мы не вложились в сроки, это потому что мы пытались вместить в нормальную архитектуру какие-то вещи, какой-то консалтинг, то есть какие-то фичи, которые заточены были под каких-то определенных заказчиков. То есть, банально, например, могла бы появиться какая-то строка, что там if enterprise ID равно 10, тогда код красный, там if 11 зеленый. В общем, такие вещи, они от этого страдают, на самом деле, многие проекты. Это лечится какими-то фича-флагами или большими условиями, но на самом деле, как вы условия не прячете, просто за if кейсами, или это будут какие-то интересные паттерны, и все равно та сложность, которая есть в приложении, ее надо как-то хендлить. Также мы столкнулись с тем, что когда мы проектировали сложную большую систему, мы не учли, что некоторые подсистемы, они были не задокументированы изначально, и поэтому, собственно, когда пришло время их имплементации, оказалось, что у разработчиков там появилось свое какое-то видение, и они были реализованы немного не так, как собирались, и поэтому тоже внесло небольшой хаос. И самое банальное, мы были слишком оптимистичными, когда давали оценки того времени, когда к нам пришел новый разработчик, и я рассказывала ему историю, что это за проект, и когда я ему назвала, сколько было времени, он очень долго смеялся, наверное, две минуты, я сидела, как он по скайпу смеется, потому что, ну, да. И да, мы исходили из ложных предпосылок. Мы думали, что нам надо как бы убрать технический долг, но если мы живем в мире ограниченных ресурсов, то долг просто все равно накапливается новый. Мы хотели внедрить новый функционал, но как бы без нормального документирования и планинга это бесполезно, потому что он все равно хаотично разрабатывается. Мы придумали, как все исправить, и тут появляются новые требования, рынок опять меняется, и как бы нам опять надо решать какие-то новые сложные задачи. Мы думали, что мы соберемся и сделаем проект нашей мечты, но оказалось, что вот работать по выходным, ночам, не спать, не есть, это очень здорово на протяжении максимума месяца, но если это происходит на протяжении полугода, это сложно, и это как бы вредит тебе, твоим людям, которые тебя окружают, и на самом деле вредит проекту тоже. В общем, проблемы, которые у нас были, они так и остались с нами. Ничего, собственно, не изменилось от того, что мы переписали весь проект. На самом деле, если бы я начала гуглить, переписать проект с нуля без регистрации, то я бы наткнулась на кучу статей, которые называются Startup Suicide, потому что, по сути, этот процесс является суицидом стартапа. Не все стартапы переживают полугода, пока команда останавливается, и переписывают все с нуля. В это время другие конкуренты на своих каких-то подручных средств, пилят новые фичи и получают новых юзеров и переманиваются к себе с наших клиентов. Ну, нам, собственно, возможно, мы молодцы, возможно, нам повезло, но нам мы все-таки выдержали, и нам эта новая версия, вторая, помогает теперь двигаться намного быстрее. И, оглядываясь назад, я задаю себе постоянно один и тот же вопрос, «Стоило ли оно того вообще переписывать все с нуля?» И каждый раз я отвечаю, что «Да, стоило на самом деле», потому что вторая версия намного лучше, то есть там код намного лучше. Мы решаем задачу второй раз, то есть первый раз мы столкнулись с чем-то, с чем мы не можем разобраться, мы выросли над собой, и теперь мы просто переписываем с черновика. Но если бы все-таки можно было повернуть время вспять, я бы на самом деле потратила бы все это время на то, чтобы настроить процесс разработки таким образом, чтобы переписывать вообще не пришлось. Когда-то Альфред Хичкок снял два фильма, которые назывались «Человек, который слишком много знал» с разницей в 20 лет. Это была, получается, изначальная задумка и ремейк. И всю жизнь его постоянно спрашивали, какой же из фильмов ему нравится больше всего. И он с завидным упорством отвечал, что первая, конечно, работа — это работа даровитого любителя, но второй фильм — это работа настоящего профессионала. И поэтому, собственно, да, переписывать имеет, переделывать что-то имеет смысл. Но здесь главное — это временные рамки. Когда-то я читала книгу, в которой рассказывалось о трехступенчатой модели развития стартапов. Прототип, черновик и продукт. И переписывать как раз надо, когда проект находится на стадии черновика. Если проект перешагивает эту стадию, тогда надо рассматривать другие варианты рефакторинга и как бы забыть о том, чтобы переписать все. В идеальном мире, как, собственно, должна строиться разработка? У вас появляется какая-то идея, вы пытаетесь, собственно, понять, стоит ли эта идея реализаться. Вы пишете какой-то прототип на коленке, не знаю, на PHP. После этого вы это сразу все выкидываете и начинаете писать черновик или MVP. Вы, собственно, пытаетесь собрать инвестиции, получить отзывы от конечных пользователей, набирать какую-то потенциальную базу лояльных пользователей. Когда вы получаете инвестиции и бюджет для того, чтобы, собственно, создать ваш продукт, вы выкидываете ваш черновик и начинаете писать продукт, конечная цель которого — это, собственно, уже привлечение конечных пользователей, выход на окупаемость. И, собственно, ошибка также, кстати, наша была в том, что когда мы перешагнули стадию черновика, мы были уже продуктом, у нас было большое количество пользователей, которые пользовались нашим продуктом просто каждый день. И тут возникает очень интересная проблема с тем, что самое сложное в переписывании — это перенос как раз схемы данных, потому что когда меняется схема данных, и вам надо отобразить ваши данные на новую структуру, то перенести данные всех пользователей, ничего не потерять — это тоже отдельная и очень нетривиальная задача, с которой придется потом столкнуться. Поэтому, возможно, не стоит. Поэтому подход «мы когда-нибудь все перепишем, а сейчас давайте вперед» — он не работает. Потому что на самом деле технический долг, который накопился, это на самом деле не причина переписать, это симптом, что как бы что-то не так с процессами. И поэтому надо вкладываться в то, чтобы улучшать процессы разработки, в то, чтобы улучшать какое-то ядро, основные функции, оптимизировать самые сложные запросы, не переписывать все. Что же я выучила? Что же, собственно, какие выводы я делаю для себя? Когда ты работаешь в стартапе, необходимо управлять рисками. Да, невозможно ничего предугадать, невозможно задать ничего наперед, но, собственно, поэтому наши графики, наши планы, они должны быть очень гибкими. Они должны просто закладывать эти риски для того, чтобы как-то в конце потом не оказалось, что мы никуда не влазим. Стартап — это на самом деле не спринт, как многие думают, это марафон. И поэтому на каждом этапе разработки мы должны поддерживать какое-то моральное состояние, наше моральное состояние и состояние нашего кода, чтобы мы были готовы, что где-то там за поворотом какая-то внезапная удачная возможность, и мы должны быть готовыми ей воспользоваться. Если мы куда-то летим, то, возможно, у нас потом не хватит сил для того, чтобы прыгнуть в этот последний вагончик каких-то там классных возможностей. А также нам, так как это стартап, и там очень много каких-то очень интересных и сложных задач, нам придется всем столкнуться с тем, что мы чего-то не знаем. И да, мы все как бы обычные простые люди, мы не в фильме, мы не можем взяться за руки, спеть волшебную какую-то мотивирующую песню, и за ночь покрыть весь проект кодом или решить задачу, над которой бились два месяца. Возможно, и нет смысла покрывать все кодом, возможно, и задачу как бы мы-то решить-то не можем. Просто надо помнить о том, что мир не идеальный, мы не идеальны, и просто как бы смириться с этим. Что же можно сделать прямо сейчас, если вы как бы меня слушаетесь, как бы говорите, да, это все классно, но у меня вот проект, вот он уже как бы не очень хорошего качества, что же делать? Надо начать как бы с малого. Поэтому главное внедрить какую-то рутину по заботе о своем коде, заботе о том, чтобы поддерживать его в хорошем качестве. Очень важный фактор – это документация. Надо ориентироваться на сотрудников, которые работают удаленно. Если таких нет, надо представить, что они есть. Как бы было бы сделать так, чтобы им было бы удобно работать. И от этого выиграет вся команда, которая даже сидит с вами буквально рядом, вы можете передать какие-то знания им, просто вот поговорив. Надо настраивать рабочие процессы. Это главный приоритет после того, как вы выкатили MVP, потому что они, процессы влияют на самом деле на все. То есть, как бы вы заметили, я не говорила о том, что вот у нас была проблема, мы там фабрику или стратегию не вставили. Нет, проблема в том, что какие-то процессы, они не идеальны. И также важно закладывать, это как бы идеально в идеальном мире, но важно закладывать какие-то амортизационные издержки на то, чтобы в какой-то момент что-то переписать, или там что-то подправить. Как, например, вот в экономике, если вы покупаете ноутбук, вы знаете, что через пять лет он, возможно, устареет. Вот мой не устарел. Но, собственно, вам придется его заменить, и вы как бы все эти пять лет откладываете какие-то небольшие суммы на то, чтобы потом, собственно, заменить вашу технику. Код, он тоже устаревает, и поэтому тоже, возможно, надо помнить о том, что какие-то части придется заменить. Что же можно делать прямо сейчас? Вот прям взять и сделать. Запустить трубик критик и найти эти самые узкие места. Отрефакторить небольшой класс. Или оставить хотя бы туду о том, что его надо отрефакторить. Так, вот, извините, ты когда-нибудь эти тудушки переливала? Да. Вау! У меня когда-то, когда-то мне пришлось написать какой-то вот фикс, очень поздно, там, 10 вечера, наверное, в пятницу, и там была тудушка из серии «Этот кот написал Таня, пожалуйста, не бейте меня, я, в общем, пропустила свои занятия по танцам, и я вот сделала вам фикс. Пожалуйста, помогите мне поправить». И через месяц я ее удалила и поправила. Да, сама. На самом деле в RubyMine у нее там, даже если кто-то RubyMine им пользуется, есть список тудушек, можно сразу по ним проходиться и как бы искать и исправлять. Собственно, если вы не хотите писать тудушки, можете написать документацию, задокументировать какой-то API, для того, чтобы потом разработчикам было легче работать. Можно организовать ретроспективную сессию и просто для того, чтобы понять и выяснить, что же идет не так, почему же у нас как бы постоянно долг накапливается, и как бы в принципе разговором можно в принципе понять какие-то основные вещи, почему, собственно, почему все не так, и можно ли вообще их исправить. И, конечно же, да, можно написать тест, покрыть что-то тестом, это всегда в помощь, всегда плюс. Главное начать и не останавливаться, потому что на самом деле хороший проект – это больше не о каких-то там единичных ситуациях, о каких-то там сложных задачах, это о том, насколько вы хорошо в рутинной какой-то работе, насколько процессы у вас налажены. И главное помнить, что переписать стартап – это на самом деле самое крайнее решение, и важно как-то вот пытаться от него уйти и делать все для того, чтобы это не стало вашей реальностью. Я желаю всем интересных задач. Спасибо. Если, секундочку, если, собственно, то, чем я говорю, вас заинтересовало, приходите к нам работать, или помогите нам, если вы знаете как, помогите нам сделать проект лучше. Нет. Я, на самом деле, хотел сказать, что это нормальный процесс стартапа, потому что бизнес-требования меняются, а если бизнес-требования не меняются, то, знаете, стартап не он, на самом деле. И вот эта вот штука – это требовательное состояние говната. То есть, как бы, вопрос в том, насколько оно большое, как бы, и пахнет, но исключать этого вообще никак не получится. Переписывание – это не то, чтобы, как бы, там, плохо, да, это надобность. Ты просто берешь в определенный момент вот эту вот всю старую-старую башню реальность, там, ты выкидываешь, пишешь по-новому и так далее, но это надо изначально знать, закладывать и говорить об этом заказчику, что, типа, чувак, мы пишем, мы стараемся так, чтобы растянуть это нам подольше, но приготовься к тому, что через 3-4 года, а если, ну, и чем раньше, на самом деле, то есть, тут вопрос, конечно, такой тонкий, то ли ты, как бы, говнокодер, то ли просто бизнес настолько хорош и динамичен, вот, что, ну, там все равно ему придется переписать. Но, скорее всего, это говнокодер. Но при этом, это не потому, что мы переписываются с людьми, не потому, что, там, типа, мы такие плохие, а потому, что у тебя классный, динамичный бизнес, все так поменялось, хотя нам надо просто перенесать. Но это, это, это по-любому, сюда так. Ну, не было, я 10 лет работаю уже практически с проектами, не было такого ни разу, чтобы вот он на одной плодовой базе убил, и все. То есть, это, 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 это истец, это максимум вообще в принципе. Ну, понятно, что его придется переписать. И, как бы, тут больше вопрос о том, когда это лучше сделать, потому что, если вы написали MVP, у вас получилось, там, не знаю, появились, просто могу добавить немного контекста. На моем проекте мы перешагнули через MVP, и мы стали писать сразу новые фичи. И мы такие, ну, там, через пару лет мы, как бы, перепишем когда-нибудь, как бы сейчас, в принципе, пока вот не печет. Но в итоге оказалось, что, в принципе, если бы мы сразу начали, вот в тот момент остановились и переписали, это было бы лучше, чем делать это сейчас, когда уже появились какие-то пользователи. И, собственно, проблема на самом деле в том, что, да, стартапы, они такие динамичные, развивающиеся, там, как-то все не очень обустроено, и поэтому стоит вкладывать как раз ресурс в то, чтобы это хотя бы хоть чуть-чуть обустроить. Если у вас нет документации, то, как бы, неважно, там, сколько лет пройдет после того, когда вы начнете переписывать, если у вас не будет документации, не будет понятно, что вообще себя должна эта система представлять. Поэтому лучше, как бы, заранее вот пытаться что-то делать для того, чтобы настроить процессы, получить эту документацию, как-то бороться. Спасибо за доклад. Ну, я хочу дополнить по поводу стартапа Bad Parts. То есть, это с точки зрения разработчика, который в аутсорсинге, там, работает, Bad Parts такие. Потому что, если стартап там замкнулся, то все, там, несите следующего. А с точки зрения человека, который там купал, где в этом стартапе, то там намного больше Bad Parts. А именно то, что даже в Америке, там, 9 из 10 стартапов, которые там в Silicon Valley, а не в FELIX. А если где-то в Европе, то там еще больше процентов. Поэтому, как бы, когда вот реальные Bad Parts начинаются, когда уже деньги уже закончились, кэшфлоу негатив, а ты кофаундер, а, как бы, кушать что-то надо, конкуренты поджимают, ну, и тогда уже, как бы, стартап плавно превращается в MDAB. Ну, и так далее. Ну, а вообще, по поводу переписывания, я думаю, что, в принципе, что, как бы, стартап не загнулся при этом переписывании, потому что он, наверное, в какой-то нише, в каком-то вот лонгтейле. Вот тогда это еще может такая пауза на полгода сработать, потому что, ну, тут же есть разные ниши. То есть, если есть, допустим, есть какие-то области, где просто есть одно окно возможностей, там, winner takes all market, и дофига конкурентов, и там вот такая пауза, это, ну, сразу вообще все. Так что, ну, и обычно с этим переписыванием, я вот много раз такое видел, когда видят такая куча навоза, надо все переписать. Перепишем, сначала все нормально получается, потом добавляют все эти фичи, 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 потом раз смотрят, точно такая же куча навоза в результате. Просто вот один в один. Ну, хорошо, что у вас, по крайней мере, получилось, и как-то стартап продолжил существовать. Надеюсь, что и дальше продолжит. Ну, да, собственно, эти bad parts, это как бы со стороны разработчика, даже не менеджера, потому что менеджер видит там совсем другие проблемы и сталкивается постоянно в реальной жизни какими-то другими задачами, и кофаундеры тоже самое. Поэтому, собственно, я очень часто просто слышала от каких-то своих знакомых и коллег о том, что вот как бы мы перепишем, будет этот волшебный день, но просто, как бы, мне кажется, это такая мечта, иллюзия, потому что она не приводит ни к чему хорошему, потому что, на самом деле, при переписывании, как бы куча каких-то проблем, которые мало связаны с нашим, как бы даже умением писать код. То есть умение организовать процессы, вот это важно. И поэтому, собственно, если мы организуем правильный процесс, то, возможно, проблема переписывания не будет такой острой. Еще вопросы? У меня там два вопроса небольших. Первый, за чей счет этот банкет был? Второй, какой процент, какие интересные у вас в проекте? Ну, за чей счет банкет, так понимаю, ну, за счет, собственно, денег, проекта, я не знаю. Ну, просто, как бы, знаете, почему у нас заказчиков отристили этот момент, скажем, вот мы сделали все неправильно, а потом еще три месяца, и мы уже предупреждали заказчиков. Нет, конечно, мы, то есть, на самом деле, это наш, фаундер этого стартапа, он очень техничный человек, он, как бы, сам программист, поэтому, как бы, эта вся идея того, что мы все перепишем, она родилась из того, что у нас была фича, и, как бы, непонятно было, как ее внедрить, и мы с ним начали обсуждать решение, я предлагаю свой вариант такой, это мечта, и, как бы, мы начали переписывать, в общем, все. То есть, как бы, да, это было оговорено, то есть, это командная работа переписывания, то есть. И, да, покрытие тестами, ну, не знаю, Simple Cow умрет, но 90 процентов, вот. Мы покрывали, там очень много интегрэйшн тестов, очень много каких-то тестов, реквест-тестов, для того, чтобы просто у нас не было времени тестировать все подряд, но, как бы, юнит-тест это классная штука, но, когда вам надо просто знать, что вот все работает, то, как бы, интегрэйшн тесты хорошо спасают, ну, по крайней мере, мне. Ну, хотя бы, вы говорили о сервисах, да, у вас все там практически здесь, сервис объекты, вот их вы покрывали? Да. Ну, так. Багфикс, звичайно, там, постійно щось на підтримці какие-то реквести, их там щось роблять. Наш розробник, який этим займається, дуже постійно страждає, и хочет, нарешті, чтобы проект задеплилил, потому что он страждає. Но взагалі какие-то маленькие фичи, так, зараз ні, але там на перших стадиях, на перший месяц, здається, мы щось додавали, якийсь багфикс був, проте, ну, якби, усі ресурси ми в якийсь момент кинули на цей новий проект. Ну, ні, у нас взагалі була трошки інша історія, у нас на проекці була фіча тире костиль, і ми якось потрібно вирішили, що треба цей костиль удалити і зробити щось таке, якусь гарну реалізацію. І у результаті користувачам так сподобався цей костиль, що він якби встав фічію. Ось. Ну, стоящий зароб, інвалід костиль вняла ці фіча, ну, тут можливо просто те, що ми якби дуже перемудрили, нас, якби користувачам не потрібно вовти функціонал, який ми намагались продати, тому можливо так. А у мене дозволяється питання. Було про сервер-сайт рендинг в СПА, якщо я правильно прочитав. так. А подскажи подавляюся, я не можу подавляюся, я не можу подавляюся, на сервер-каркеті для СПА-шечки, щоб это було... Вот у нас сидит наш, собственно, мастер-майн за этим всем. Вот он может рассказать подробнее, но… Насколько в итоге в итоге вышел SPA? Значит, в большинстве. Прямо в сетиметрах? Да, в сетиметрах. То есть, ну, как я это понимаю, в конессерваке один раз все трендерили, отдали клиенту, и все. Нет, это не так происходит. Это происходит так, что SPA это значит, что это выиграть со страниц. То есть, если страница перезагружается, то первая страница, которая перезагрузилась, она приходит уже отрендерена полностью на сервер. То есть, допустим, есть у меня юзер профайл какой-то. Если я там перешел с холма на юзер профайл, то запрос на сервер, на VPN сервер идет с браузера, приходят данные, они рендерятся на клиенте. Если я, будучи на юзер профайле, перезагружаю страницу, то мне вся полностью HTML-ка с рендерина приходит с сервера. Правильно. Вот. Правильно. Ну, то есть, тут не все приложение приходит от рендерина с сервера, а только... Ну, это что-то уже не SPA. Это почему не SPA? Это SPA сервер с рендерином. Так оно, в принципе, работает. Есть store. Ну, окей. Я тут покрыю потом. На самом деле, это еще тот челлендж для контентщика настройки SPA, сервер с рендерином SPA, потому что там очень много подводных камней, я не знаю. Но не все так же там привозят. Ну, заказчик наш был счастлив, так что того стоило. Можно лайк и ток. Да, может быть. Сейчас я опять скажу. Макс, я думаю, какие классы. Во-первых, спасибо за вас, потому что я был 6-7-й год. Ну, не совсем. Изначально это было разделено на несколько отдельных сервисов. У нас был сервис, который занимается аутентификацией, отсылает нотификации, что-то такое. Да, это были отдельные приложения, тоже на рельсах. Но в какой-то момент потом оказалось, что не все затраты на то, чтобы держать кучу этих сервисов, они слишком большие. Поэтому некоторые мы как бы ужали. У нас получилось одно, по сути, три части. Ну, по железу и, собственно, вот эти вот респонсы, короче, немного не так оказалось, это все работает, как нам хотелось. Не так все просто. Ну, да, и вот мы, собственно, хостимся на хероку, поэтому вопросы с железом тут интересные. Нет, просто вот я был на проекте, который переписывали, но мы переписывали частями, и, получается, был лего-синий тут-меке, переписывали на руки, и прям вот там отдельный сервис, был лего-синий тут-меке, или там был лего-синий тут-меке. Ну, да, как бы, если это, собственно, вот сервисы, то их можно как бы переписать. Проблема только в том, возникнет, что если вдруг окажется, что вы неправильно на сервисы все разделили, и вот, ой, да. То есть… Ну, вот да, то есть если это был монолит, то самая сложная проблема – это как раз вот изменить схему данных, да, а если у вас, как бы, сервисы, то тут уже много интересных вопросов возникает, которые… Да. По большому счету, у тебя же реакция будет немножечко в кофе. Давайте, последний вопрос. Да, что я говорил вам, Макс. Давай, по-другому. Да, в этом вопрос есть, высказывание, что хороший код, это долго, который может быть выкинуть. Здравствуйте. Что вы говорили для переписывания? Как вы продумали на будущее? Возможность переписывания дискотиаз? Какие-то получки, то есть чтобы этого не произошло? Или можно тоже так разошло? Ну, мы стараемся улучшать наши процессы, то есть мы теперь как бы небездумно пишем какие-то фичи, мы стараемся вот понимать, вообще надо ли их писать или нет, нужны они кому-то или нет, но как бы не всегда, собственно, как бы можно найти компромисс с заказчиком по этому вопросу. Но, собственно, мнение такое, что лучше не переписывать. Поэтому, собственно, то, что я говорила, в принципе, то, что можно сделать, это то, что, в принципе, я и наша команда, мы пытаемся сделать. Последний вопрос. Ну, вообще, как бы на самом деле… Ну, тут сложный вопрос, потому что, на самом деле, как бы, то есть за вот этими техническими вопросами о том, как нам там внедрить какой-то JS-фреймворк и сделать все опишкой, еще появляется куча каких-то проблем с тем, что там надо понимать, как должна система выглядеть, какие у нас, собственно, есть ресурсы на это, как нам, собственно, там, не знаю, данные тех же пользователей переносить. Потому что, да, ну, вот у нас это заняло в итоге задача, которая такая, да, типа, сделаем в конце, а она месяц заняла. Поэтому, то есть надо, как бы, просто сначала все риски просчитать, понять, есть ли у нас, как бы, ресурсы на то, чтобы выжить, если эти все риски негативные, они осуществлятся. Ну, такой вариант рассматривался до того, как мы начали переписывать. Просто проблема в том, что если вот, ну, как бы, у вас есть там схема данных, там, какие-то юзер, там, не знаю, там, какие-то вообще специфические штуки, и если у вас эта схема данных немного вот не подстроена под ваше приложение, то, как бы, как это фасадом не оборачивает, то есть, ну, блин, если у вас нету слов, как бы, как в вашем языке для того, чтобы что-то описать, то вы, как бы, ну, не можете выразить какие-то вот вещи конкретные. Поэтому, да, пытались, но не все так просто. Спасибо. Давайте скажем так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ